Протатюрская общность, она частью это европеоиды, кавказоидного типа, значит, северного типа, ну часть татар, башкир, там скажем, да, чуваши, значит, среднеевропейского типа, значительная часть чувашей, но большая часть это смешанные расы, к которым относятся казахи, значительная часть тех же казахов, татар, башкиров, это нагайцы значительная часть, это каракалпаки, значительная часть узбеков, часть туркмен, это смешанный расовый тип, это смешение в разных пропорциях европеоидных и монголоидных, значит, расовых признаков, причем все антропологи сходятся на том, что базовым являлся европеоидный, поэтому называть этот тип монголоидно-европеоидно-неправильно, Необходимо назвать европеоидом монголоидом. Хотя монголоидные наплодставания настолько огромные, особенно, скажем, у северных тюркских народов, у якутов, еще больше, у тувинцев. Огромные наплодставания монголоидности, монголоидных расов. Казахи, они разнообразные. Есть те, которые близки больше к европеоидам, те, которые более близки к монголоидам. Но основная часть, это явные метисы, европеоидно-монголоидные метисы. Обладает значительным количеством тех черт и других черт. Ну, антропологи дают разные пропорции. Из могулов там наш дает 30 с небольшим процентом европеоидной, там остальное монголоидно в среднем. Другие дают больше. Генетические исследования показали приоритет европеоидных компонентов. Где-то 51, там небольшой перевес, но все-таки перевес европеоидный. Ну, и еще раз повторяю, судят, называют европеоидным монголоидным, поскольку базовый слой европеоидный. И вот эти европеоиды смешались с монголоидами. С монголоидами. Что происходит при таких смешениях? Когда приходят завоеватели, приходят завоеватели на какую-то территорию завоеванную, ученые генетики отметили, что куда-то пропадают Y мужские хромосомы местных аборигенов, жителей, и начинают доминировать Y хромосомы мужские завоеватели. В то же время куда-то деваются митохондриальные женские хромосомы завоевательниц, которые пришли нести, это племенами и родами приходят. Это не просто там мужское воинство, это переселение. И, значит, куда-то пропадают вот эти женские, начинают местные доминировать. Местные доминировать. И это теперь становится понятно, почему там миллионы тюрков, которые, которых называли там похожими на рыжих обезьян, цветноглазые, голубоглазые, куда они, где они в Китае. Понятно, что все это поглощено было китайской женской средой матриаркальной. Почему у казахов монголоидные черты, например, нарастились? Извините, древние тюрки, там ежегодные походы в Китай, основная добыча это женщины, это женские митохондриальные. Они как бы особо быстро, мощно повлияли.